Залезем на окно, это плохо. То, что залезать на подоконник небезопасно, знает даже четырехлетний Юра, знаток динозавров. Впрочем, нередко любопытство берет вверх, и малыш приближается к окну, чтобы выглянуть во двор. Юра у нас очень непосредливый, на месте не сидит. Юра, Юркий, видимо, как назовешь, так и детки будут себя вести. Поэтому на нем глаз да глаз. Сделать свои окна безопасными супруги Черниенко решили, когда Юре не было еще и года. Две тысячи рублей ровно столько стоит защита всей квартиры и залог родительского спокойствия. Тем более, что теперь в семье двое детей. Почти три месяца назад у Юры появился братик Дима. Окно открывается на проветривание. В комнате можно проветрить воздух, но ребенок не может открыть окно. Вот, соответственно, чтобы его открыть, нужно ставить ключик, повернуть, и вот окно открыто. Блокираторы на окна установил папа мальчишек самостоятельно. На работу ушло не более часа. Лучше не купить какую-нибудь игрушку очередную, а в первую очередь озадачиться, задуматься о том, насколько безопасно в доме. Потому что сколько за детьми не присматриваю, все равно какой-то момент произойдет, они уйдут из твоего наблюдения. Или, например, я готовлю ужин, я же не могу Юру взять, привязать к себе. Или там сказать, сиди на кухне и вот жди, пока я все закончу. Вот, все-таки они всегда становятся чем старше, чем самостоятельнее. Статистика неумолима. С начала года для 13 юных жителей Московской области падение из окна закончилось гибелью. Один случай был и в Одинцовском округе, но двухгодовалому малышу повезло – он выжил. Трагедии можно избежать, говорят специалисты. Москитная сетка не выдерживает вес малолетнего ребенка, она не спасает ребенка от выпадения из окон. Конечно же, нужно использовать специальные замки или решетки на окнах, то есть ограничители, блокираторы, цепочки, решетки для безопасности наших детей. Старшие дети не несут ответственности за младших. Это правило родители должны знать лучше таблицы умножения. Присмотр за малышами – обязанность взрослых. Каждый человек должен помнить, что от него зависит жизнь и здоровье его детей, окружающих. И если мы видим, что в беду попал малолетний ребенок, то, естественно, работает служба спасения, телефон 112. Кроме того, об опасности, которая угрожает ребенку, можно сообщить и по телефону горячей линии комиссии по делам несовершеннолетних. Ее номер – 8 915 578 49 91. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.